8 марта 2016 года как-то не очень порадует болельщиков Марией Шараповой. Пресс-конференция, нет цветов и поклонников, а есть заявление о положительной пробе на допинг на Мелдрана. Марией Шарапова даже на своих тренировках собирает полные трибуны. Тем не менее, после допингового скандала Найк врывал контракты с Марией Шараповой. Будем оптимистичны. Для так называемых незлостных нарушителей предусмотрены мягкие наказания. Впрочем, и самой Федерации невыгодно длительное отсутствие самой популярной теннисистки мира. В середине 90-х Айтеев пошла навстречу, например, Андреа Гассия, в крови которого тоже были найдены запрещенные препараты. В объяснительной записке он указал, что перепутал бутылки и выпил неистой. Ему поверили и не стали дисквалифицировать вовсе. Агасий вышел на корт уже на следующей неделе. Мельдоний – это средство, повышающее выносливость во время интенсивных тренировок. Снимает перенапряжение мышц. До 2016 года мельдронат не был запрещенным препаратом, поэтому Маша употребляла его для того, чтобы компенсировать недостаток магния в организме. Но должна же Маша сыграть на Олимпиаде. Но что делать? Понять и простить.